Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутс сегодня вновь в прямом эфире и на телевидении, и на радио НВК Саха. В студии режиссёры Марии Новгородовой Николай Слепцов, у микрофона редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех. Ну, вначале хотелось бы поздравить якутян с Днём государственности Республики Саха-Якутия, отмечаемый сегодня. С праздником вас, уважаемые жители города Якутска, и все. Хотелось бы поздравить граждан Республики. Мира вам и успехов во всех ваших делах и начинаниях. Ну, а сейчас я представлю гостей нашей студии. Это аналитик МФЦ, отдела коммуникационных и электронных услуг Центра Мои Документы, Тувяра Дмитриевна Иванова. Здравствуйте. Так, и главный специалист клиентской службы Центра Мои Документы Александра Николаевна Наговицына. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, сегодня 27-е у нас сентября. Девушки тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Поздравления с Днём государственности Республики Саха-Якутия. Ну, тема передачи о новом сервисе, который вступил в действие с августа текущего года о приобретении недвижимости в собственность на портале, региональном портале Госуслуг Е-Якутия и оформление выписки из единого государственного реестра недвижимости, коротко ЕГРН, о его преимуществах для физических и юридических лиц. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в диалоге с участниками нашей сегодняшней передачи вы также можете принять самое активное участие. И все ваши вопросы ждём по телефонам прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Ну, если иногородние тоже могут до нас дозвониться, задать свой интересующий вопрос, набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов прямого эфира. Ну, итак, мы начинаем нашу радиопрограмму, телепрограмму. Хотелось бы обратиться вот к Туяре Дмитриевне. Туяя Дмитриевна, ну, давайте расскажем нашим радиослушателям и телезрителям вот о новом сервисе, да, который уже действует у нас в республике приобретение недвижимости. В чём его преимущество от традиционного способа подачи заявлений на регистрацию прав. Туяя Дмитриевна, ну, это как заявитель. Сегодня буду в течение всей нашей телевизионной радиопередачи, да, задавать вам тоже интересующие вопросы вкупе с нашими телезрителями-радиослушателям. Мы тоже ждём ваши вопросы. Пожалуйста, вам слово. Всем ещё раз здравствуйте. Хочу представить новый сервис, который мы разработали для наших заявителей, которые приобрели недвижимость и по договору купли-продажи, дарения, либо мены и планирует подать документы на регистрацию в Росреестр. Этот сервис позволит сэкономить время при подаче документов, при приёме непосредственно в окне и сэкономит время и не будут посещать публичные места, простым языком, если говорить. При помощи данного сервиса заявители смогут предварительно направить в адрес Центра Мои Документы проект договора дарения, купли-продажи, либо мены. А специалисты Центра Мои Документы подготовят пакет заявлений и документов для того, чтобы регистрация прошла быстро и успешно. Но стоит отметить, что наши специалисты не проводят полную юридическую экспертизу документов, именно договора дарения, купли-продажи или мены. Также, получается, заявитель подаёт заявление через наш сервис на предварительную подачу. И преимущество в чём? Сейчас у нас запись предварительная на сайте mfcsh.ru, и она на 7 календарных дней вперёд. То есть сейчас, если вы запишетесь, попадёте на приём через неделю. Через неделю. Да, это долгий срок. А, как мы знаем, при регистрации сделок с недвижимостью сроки всегда сжатые. Все торопятся. Поэтому преимущество данного сервиса — три рабочих дня максимум. Вот, допустим, человек сегодня в 9 утра, если подаст заявление через портал государственных услуг Еякутия, то уже в ближайшие, в течение одного рабочего дня специалист выйдет к нему на связь, свяжется с ним и запишет его, возможно, даже в этот день. Это зависит от нагрузки и от записи. Но в ближайшие три дня он точно сможет подать документы. Ага. Вот, например, если раньше, вот, например, тоже при оформлении сделок с недвижимостью, приходилось, конечно, обращаться в кадастровую палату, да, в Росрегистр, естественно, там тоже нужно записаться на приём, так, по телефону и так далее. То есть уходило очень много времени, действительно, очереди, да, очень такие были, было очень много народу, действительно, и сроки тоже были различные, да, там где-то и затягивались иногда вот эти сроки и так далее. То есть этот вот новый сервис даёт вот такие преимущества, да, чтобы действительно вот как-то сэкономить время. Сэкономить время. Да, оформление вот этих сделок. Ну, вот, как вы сказали, вот как подать заявление, да, и что нужно там, значит, заполнить, прикрепить что-нибудь, да? Заявление на портале Е-Якутия сможет подать один из участников сделки. Один только из участников. Либо сам, либо по доверенному лицу может выступить. Да. Подав заявление, нужно будет прикрепить все необходимые документы, которые запросит сервис. Обычно это договор сам сделки. Нужно будет прикрепить качественные фотографии, если скана нет. А чаще всего скана нет у людей. Поэтому качественные фотографии. Только размер должен быть соответствующий, ну, минимальный. Также нужно будет прикрепить копии паспортов участников сделки, всех участников. А если дети несовершеннолетние, то свидетельство о рождении детей. Если кто-то по доверенности выступает, то доверенности. Это минимальный необходимый пакет документов. После того, как они подадут документы, специалисты наши рассмотрят, вызовут заявителя, заявитель подходит, все участники сделки подходят со своими документами. То есть всем нужно явиться, да, получается? Всем нужно явиться обязательно. И детям в том числе? Детям в том числе. Имеется в виду детям, которые уже достигли 14 лет. Ну, понятно, да. Они сами подписывают документы. За детей, которые младше 14, подписывают родители. Родители, да. Законный представитель. Когда они подойдут, они уже сэкономят время при подаче. Они просто уже приходят, и им специалист выдаст уже подготовленные заявления. Они только ознакомятся, поставят подписи, и документы пойдут дальше на регистрацию в Росреестр. Но все равно должны все-таки, наверное, заявители как-то вот посмотреть эти документы, да. Может, где-то вкралась ошибка какая-нибудь. Вот это такое возможно? Такое возможно, конечно. Поэтому заявители обязательно должны ознакомливаться со всем, что они подписывают. Проверка всегда проходит. Понятно. Ну, вот после подачи заявления, вот какие действия должны сделать граждане, да. Вот какие документы нужно представить в МФЦ? Вот Александра Николаевна. Здравствуйте. Ну, как сказала Туяра, наши специалисты в течение одного и рабочего дня рассматривают заявку, которая поступила через портал. Затем в течение трех рабочих дней специалисты связываются напрямую с заявителями, назначают удобное время для посещения, время и день назначают, и, соответственно, вызывают их на очную подачу документов. Заявитель подходит со всеми необходимыми документами. Это, в первую очередь, паспорт Российской Федерации, документы, удостоверяющие личность гражданина. Если выступают от имени несовершеннолетнего ребенка, то свидетельство о рождении. Если выступает от другого физического лица, то нотариальная доверенность, а по всем услугам Росреестра требуется только нотариальная доверенность. И непосредственно документы, которые необходимы для регистрации, это договора. И, конечно же, оплачивают госпошлину. Вот хорошо. Как это оплачивает госпошлину и каков размер? Госпошлина за регистрацию договоров для физических лиц составляет 2000 рублей. Можно платить в окне приема напрямую специалисту. Для юридических лиц составляет 22 тысячи. Обычно юридические лица оплачивают платежным поручением. Уже подходят с платежным поручением, чеками. Хорошо. Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, вновь обращаюсь к вам. Вот уже мы в начале нашей передачи уже слышали, о чем сегодня идет речь. Поэтому вот какие-то нюансы тоже, конечно, могут возникнуть. Если что-то вам еще непонятно, что ли, да, что-то еще требуется разъяснить, какие-то основные еще ее положения, то, пожалуйста, звоните нам 32 00 66 и 32 11 66. И прямо задавайте вопросы нашим участникам телерадиопрограммы, вот аналитикам ФЦ, отдела коммуникации и электронных услуг Центра моей документы Тувяре Дмитриевне Ивановой и главному специалисту клиентской службы Центра моей документы Александре Николаевне Наговицыне. Ну, вот как такой вопрос. Как получить результат после регистрации, конечно, тоже самое основное, наверное, долгожданное, скажем так. Что мы должны получить на руки, нужно ли предварительно записываться, да, опять-таки, вот, и сколько нужно ждать по времени. Вот этот вопрос, конечно, многих интересует. Пожалуйста, вам слово, Александра Николаевна, и думает, и Туяре Дмитриевне что-то добавить тоже. Регистрация проходит 9 рабочих дней, это установленный законом срок. Где-то читал 10. 9 рабочих дней. 9 рабочих дней, да. После того, как мы получим результат с управления Росреестра, мы отправляем уведомления на электронную почту заявителя, просим подойти и забрать результат готовый. Для этого можно записаться предварительно через сайт mfc.saha.ru или же подойти по беспредварительной записи. Ну, чтобы забрать результат, необходимо также предоставить паспорт и доверенность. Ну, обязательно. Обязательно в порядке. Так, а вы что добавите? Да, я хотела бы добавить, что бывают нотариально заверенные договоры о купле-продаже, дарения или мины, а срок рассмотрения в Росреестре, их немного короче, 5 рабочих дней. Да. Это если договор уже предварительно у нотариуса был составлен. А, уже у нотариуса, да. Если не составлен у нотариуса, тогда вот то же самое. Тогда 9 рабочих дней. 9 дней, да. Не больше, не меньше, как говорится. Да. Хорошо. Ну, и, конечно, хотелось, чтобы вы подробно рассказали о выписке из ЕГРН, вот единого госреестра, да, государственного единого госреестра недвижимости, вот, ну, например, на квартиру там, да, или на дом там, на земельный участок. Ну, для чего, для каких целей она нужна? Давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям, пожалуйста. Выписка из ЕГРН – это основной документ, который подтверждает, что недвижимость, как вы сказали, это здание, земельные участки, квартира, прошли кадастровый учет, и право на них зарегистрировано. Вот раньше были свидетельства о госрегистрации права, многие помнят, это аналог, это такой же документ, который подтверждает право собственности. Выписок существует 16 видов, их очень много, и есть платные сведения, за которые нужно будет заплатить, а есть бесплатные. Хорошо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире Якутск сегодня. Напомню, у нас сегодня в студии аналитик МФЦ отдела коммуникации и электронных услуг, Центра Мои Документы, Туяра Дмитриевна Иванова и главный специалист клиентской службы Центра Мои Документы, Александра Николаевна Наговицына. У нас, говорят, телефонный звонок. Давайте послушаем тебе вопрос. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос о договоре дарения. Так. Вот мы с мужем хотим подарить, допустим, свой дом дочке. Так. И вот какие документы собрать, куда обратиться, сколько времени это займет, какие документы нужны. Объясните, пожалуйста, пошагово. Спасибо. Угу. Так. Так, договор дарения. Получается, общесовместное у вас с мужем. Вы хотите подарить дочке. Вам нужно составить договор в простой письменной форме. Также нужно будет, если дочь совершеннолетняя, подходите все втроем с паспортом. В Центр Мои Документы, предварительно записавшись на прием, нужно будет еще захватить с собой СНИЛСы. Договор дарения, кстати, должен быть составлен минимум в трех экземплярах. Угу. Если это квартира, то две тысячи. Если дом и земельный участок, то дом две тысячи. А земельный участок тоже зависит от вида разрешенного использования. Ну, если это жилой, то, скорее всего, 350 рублей будет госпошлина. Регистрация будет длиться 9 рабочих дней, после истечения которых вы получите уведомление о том, что документы готовы. Нужно будет обратиться в Центр Мои Документы и получить. Каждая сторона получает свой результат сделки. То есть, одаряемый получит выписку из ИГРН, станет собственником недвижимости, а дарители получат зарегистрированный экземпляр договора дарения. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители радиослушатели, видите, как очень подробно, четко объясняют доходчиво наши гости сегодняшней передачи. Поэтому звоните, задавайте вопросы, пользуйтесь моментом сегодняшнего прямого эфира. 32-00-66, 32-11-66. Александра Николаевна, вот все-таки еще раз что-нибудь добавите по выписке из ИГРН, Единого госреестра недвижимости. Вообще, для чего и каких целей он требуется? Так, ну, самое популярное, конечно, это, чтобы подтвердить свое право собственности. Конечно, в первую очередь. Иногда документы теряются. И, чтобы восстановить, запрашивают выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Чтобы получить ипотеку, например, за логодержателем, требуется тоже такая же выписка. Сейчас начали, ну, очень популярная выписка, это запрос о правах, получается, на имеющиеся или имеющиеся объекты недвижимости для трудоустройства в основном. И все эти запросы можно получить через оригинальный портал рассказных услуг или через МФЦ. Срок 5 рабочих дней. Хорошо. Вот видите, тут срок уже поменьше, да, все-таки, 5 рабочих дней. 32-00-66-32-11-66. Уважаемые якутяне, мы ждем ваши вопросы. Тема очень интересная и актуальная. Мы говорим о новом сервисе, о, значит, оформлении с недвижимостью. Ну, а нужна ли плата, конечно, за оформление выписки? Вот если нужна, то как ее оплатить, Александра Николаевна? Оплата есть, это государственная оплата. Получается, физические лица могут оплатить оплату прямо в окне приема. Прямо там же, да, на месте? Да, прямо там же на месте. Юридические лица, они должны оплатить именно через расчетный счет организации. К каждому запросу прикрепляется уникальный идентификационный номер, который прикреплен к обращению. Как оплата поступает, регистратор видит, что оплата поступила, и они начинают обрабатывать запрос. Дополнительно нести, доносить, оплаченные квитанции не надо в этом случае. Вот, скажите, так, у нас телефонный звонок, алло, слушаем. Алло. Да-да. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мы где-то полтора месяца назад в МФЦ подавали заявление, уведомление о строительстве. То есть сейчас же не дают разрешение на строительство, а нужно уведомить о строительстве. Мы до сих пор ждем, и получается, я не могу дозвониться, проверяю в личном кабинете, тоже ничего нет. Не могу дозвониться на прямую линию МФЦ. Что делать в таких случаях? Мне опять идти туда в МФЦ и простаивать очередь, или как быть? Так, вот такие вопросы тоже у нас будут на прямом эфире. Скорее всего, пожалуйста. Получается, если у вас уже полтора месяца прошло, то результат уже должен быть готов. Там срок рассмотрения 10 рабочих дней был. Вам нужно воспользоваться нашим сервисом. Сервис называется на нашем портале «Статус обращения». То есть при приеме вам выдали расписку, где указан номер обращения. При указании номера обращения выйдет статус обращения, где он находится, на каком этапе. Так, так. И телефоны горячей линии 8 800 122 16. Звоните и уточняйте. Документы должны быть готовы уже. Ну, такие случаи, в общем-то, ну, бывают. Бывают. У нас услуга... Она, видимо, что что-то... Какие-то недоработки есть, да? Ну, еще, возможно, подавали еще на Якутии. Я не расслышала вопрос. Да, но там не четко было. В МФЦ, по-моему, она сказала. Так, еще один телефонный звонок у нас от телезрителей и радиослушателей. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу дать, да? Конечно, конечно. Ага. Ну, меня зовут Андрей, я из города Якучска. У меня вопрос такой. У меня с сыном есть квартира, 50 на 50, приблизительно, да? Как мне сделать так, договор дарить, или как-то дарить, или как-то переступить ему, чтобы 100% было, своей долей отказаться? Угу. Так. Что можно сказать? Смотрите, у вас долевая собственность уже. Если в договоре имеется, ну, подразумевается переход доли от одного к другому, это всегда нотариальная сделка. Вам нужно обратиться к нотариусу по месту нахождения объекта недвижимости. Угу. 32-00-66, 32-11-66, пожалуйста, уважаемые телезрители и радиослушатели, время еще есть, звоните. Вот, якутяне смогут ли, значит, подавать вот запросы, да, в МФЦ, опять же, в Центре Единого Окна, на регистрацию сделок с недвижимостью, которые находятся в других регионах Российской Федерации? Такое возможно? Такое возможно. Александра Николаевна. Все услуги Росрегистра предоставляются экстраториально. Ага. Это, независимо от того, где находится объект, в каком субъекте Росфедерации, можно оформить через Центр мои документы. Хорошо. У нас еще один телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я тоже насчет дарения квартиры. Угу. У меня есть квартира, вот, ипотечная. Я могу его подарить вместе с ипотечным кредитом. Ага. Своему... Ну, понятно, да, там... В тете здесь, в общем, да. Ну, пожалуйста, кто ответит? Тверь Дмитриевна. Квартиры с обременением дарить нельзя, ну, продавать тоже. Нужно сначала либо снять обременение, либо... Переход. Да, переход будет обременение от одного... То есть нужно какие-то определенные действия совершить, да, юридически? Это уже с банком надо решать. Хорошо. Так, еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Я из города Якутска, звать меня Александр. Так, Александр. Через госуслуги я заказал выписку Росреестра в своей квартире, но оплатил кошель, ну, как положено, но с Росреестра пришло без печати, без ничего, просто выписка с Росреестра, неофициальный бланк и так далее. Этот документ, он сейчас действительный, недействительный, его можно куда-то предъявлять, показывать или нет? То есть без печати там получается что-то? Если заказывают выписку электронно, то она всегда приходит без синей печати. Ну, да. Да, поэтому любые банки, вот любой банк, налоговый орган, они просят именно с синей печатью. Поэтому нужно будет подходить и запрос делать через МФЦ. Хорошо. Алло, слушаем. Скажите, пожалуйста, вот с чего мне нужно начать, чтобы оформить документы на дом? Построенный, ну, сами построены. Хорошо. Пожалуйста. Тут очень много нюансов касательно построенных домов. Ну, хотя бы основные. Основные, ну, если все идеально, то нужно будет подать уведомление о начале строительства, если оно не было подано. Также нужно будет заказать техплан и поставить на кадастровый учет дом и зарегистрировать право. Но я повторяю, нюансов очень много. Вам лучше обратиться к нам напрямую, либо в офисы, подходите на устную консультацию, либо по телефону нашей горячей линии, либо в Инстаграме тоже у нас можете написать для получения консультации. Хорошо. Ну, мы продолжаем нашу передачу вот о новом, да, сервисе. А вот как индивидуальные предприниматели, юридические лица, да, можно, могут подать заявление на оформление и выписки из ИГРН, ну, в центре моей документы, и вообще сколько дней оформляется, и какие документы при этом нужно представить? Пожалуйста, Александра Николаевна, Вам слово. Юридические лица, индивидуальные предприниматели подают так же, как и физические лица. Да, разницы нет особо. Ну, нюанс только в том, что если подходит именно руководитель организации, он предоставляет приказ, если представитель, то доверенность. У них различие только вот в оплате государственной платы. Они оплачивают через расчетный счет организации, и сроки точно такие же. Девять, пять рабочих дней. Понятно. Это за выпуск из ИГРН. Ну, и как можно подать заявление, да, вот им, да, на оформление выписки из ИГРН, ну, электронно? Электронно, вот, можно подать на портале, на самом сайте Росреестра, во-первых. Также через сервис spvkadaster.ru и на госуслуги. Вот заявитель нам звонил как раз, электронно подал, и результат получают они электронно, на почту, которую указали. Там результатом придет файл, который содержит сведения о их квартире с электронной подписью. Хорошо. Ну, и, конечно, сколько дней уже оформляется, тоже известно, сколько нужно оплатить. Ну, и как получить результат вот после электронного оформления все-таки, да, вот, пожалуйста, Туярмитриевна. Вот, еще раз повторю, я уже сказала, что электронный результат, если вы заказываете выписку электронно, результат тоже будет электронный. И он приходит на электронную почту заявителю и поступает в виде файла. На электронную почту. Да, на вашу почту, которую указали в заявлении. Да. И приходит в виде электронного файла с электронной подписью. Ага, хорошо. Вот, ну и такой вопрос, вот, как можно получить вот консультацию Центра Мои Документы? Ну, вот, может быть, что-то есть, телефон у вас горячей линии какой-то, да, пожалуйста, кто-то ответит? Консультацию можно получить, обратившись напрямую на устную консультацию, то есть, любое отделение Центра Мои Документы. Так. Можно проконсультироваться через Региональный Центр Телефонного Обслуживания по номеру 8 800 112216. Можно получить консультацию на сайте mfcsaha.ru через чат приемную, через чат и онлайн приемную. Это все через тоже, ну, электронную. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители, у нас тут уже на пороге, как говорится, очередная рекламная пауза. Буквально через несколько минут, тоже секундно, мы уйдем на рекламу. Наши телефоны 32 00 66 32 11 66. Оставайтесь с нами. Якутск сегодня в прямом эфире. Итак, Якутск сегодня вновь в прямом эфире. И напомню, у нас сегодня в студии аналитик МФЦ отдела коммуникаций и электронных услуг Центра Мои Документы Туяра Дмитриевна Иванова и главный специалист клиентской службы Центра Мои Документы Александра Николаевна Наговицына. Наши телефоны 32 00 66 32 11 66. Поэтому, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы ждем ваших очередных вопросов по этой теме. Пожалуйста. Итак, такой вопрос хотелось бы. Вы хотели, Туяра Дмитриевна, что-то добавить, да? Да, я хотела добавить, что на портале Якутия этот сервис доступен для тех людей, у кого подтвержденная учетная запись. Вот, кстати говоря, это надо как-то отметить особо, наверное. Да, учетная запись. Что такое учетная запись? Да, что такое учетная запись? Это логин, пароль на портале госуслуги. У каждого человека он есть, но не у всех он подтвержденный. Чтобы подтвердить учетную запись, нужно будет либо подойти из паспорта лично человеку, которому нужно подтвердить, в офисы подтверждения. Это можно ознакомиться на портале госуслуги. В Центре Мои Документы, кстати, мы тоже подтверждаем. Либо можно сделать это, не выходя из дома, при помощи приложений банковских. Сбербанк онлайн, ВТБ, Тинькофф и другие банки. Вот с подтвержденной учетной записью уже будут доступны все услуги, включая наш сервис. Вот если говорить о сервисе, то он, в общем-то, центр Мои Документы, он только единственным, где можно это оформить. Вот по адресу? Ярославского 37. Ярославского 37. Больше ни в каких там отделениях там это невозможно совершить сделку. Если вы подали заявку через региональный портал Государственных услуг, то запрос рассматривают именно специалисты, которые принимают на Ярославску 37. И получается, очно документы будут подаваться именно в этом офисе. Понятно. Так, у нас телефонный звонок очередной. Алло, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Ага, у меня такой вопрос. Квартира в 2015 году получена по акту передачи, но далее она не оформлена, как бы собственно, ну свидетельство не получено, не зарегистрировано. Это влечет какие-то последствия? Она же моя все равно. Получается, вы участник долевого участия. Как получили акт приемопередачи, вам необходимо будет подойти с договором долевого участия. Если же есть договор уступки прав от сессии, то с этими договорами, с двумя экземплярами акта приемопередачи, с паспортом, есть ли заключенный брак, то свидетельство о заключении брака со СНИЛСом, любое отделение, центром мои документы. И, конечно же, оформить право собственности на себя. Результатом услуги вы получите выписку из Единого государственного реестра прав, где будет указано, что правообладателем этой квартиры являетесь именно вы. Для этого вам нужно будет оплатить госпошлину в размере 2000 рублей. — Понятно. 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, уважаемые телезрители, радиослушатели, очередные вопросы, звоните. Времени у нас еще есть немного, чуть-чуть. — Вы сказали, что это единственный офис, где можно провести такую сделку. А вот если, например, желающих жить много у нас и в ЛУСах, и в районных центрах, как они могут здесь это сделать? То есть нужно все равно как-то либо представителя своего, видимо, кого-то из родственников, наверное, оформить на него, скорее всего. — Услуги РУС-реестра, они предоставляются во всех отделениях, независимо от местонахождения. — Местонахождение, да? — Да, потому что услуги РУС-реестра, они экстратриальные. Обращаются любые отделения центра «Мои документы» и оформляют услугу, которую они хотят получить. Зарегистрировать договор купли-продажи. К сожалению, именно региональный портал государственных услуг действует только на территории города Якутска. — Да, вот что имею в виду. Как быть тем, кто за пределами города? — Ну, доверенность. С нотариальной доверенностью могут подойти представители и оформить услугу. — Вот всегда возникают вопросы, как оформить доверенность? На кого именно оформить доверенность? Как это? Может, разъясните немного нашим телезрителям, радиослушателям. Возникают некоторые нюансы тоже. — Ну, доверенность оформляют на человека, которому они доверяют, подходят к нотариусу и оформляют нотариальную доверенность. — Ну, не обязательно там родственники, по родственной связи, да, например? — Ну, нет, такого нет. Главное, что по всем услугам Росреестра, кроме выписок, вот из ИГРН, требуется именно нотариальная доверенность. К любому нотариусу подходят и оформляют на определенный срок. — Ну, так тоже вопрос, тоже интересный для наших радиослушателям. Как оформить договор купли-продажи? — Вера Дмитриевна, может, вы тоже какие-то основные моменты нам разъясните? — Так, договор купли-продажи может быть оформлен в простой письменной форме, либо в нотариальной. Вообще это по желанию. Но в нотариальной там имеются некоторые нюансы. Например, если передача далее идет, это всегда нотариальная. В простой письменной форме может быть составлено, если одно отчуждаемое право. — Отчуждаемое. — Тогда можно составить в простой письменной форме самостоятельно, либо прибегнув к помощи юристов. Вот в нашем офисе предоставляется платная юридическая помощь, составление договоров сделок с недвижимостью. — Вот здесь всегда какие-то нюансы возникают. Ну, юристы помогут. Так, у нас сейчас очередной еще телефонный звонок. Алло. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Я бы хотел спросить насчет долевого, да. Мы с женой собственники, да, в частном доме. — Ага. — 50 на 50 долевой, да. — Ну, что-то знакомое звучало, видимо. Так, ага, слушаем. — При смерти, да, вот у нас дочка, как она, собственника, как она остается? — Угу. — Или оформить надо дарение, или как она? — Автоматически, да, она становится собственником. — Угу. Вопрос понятен, да? — При смерти? — Ну, видимо, тут вдруг что-то случится там с родителями, или что? — А, это наследство же. — Это наследственность, да? — Да. — Оформление наследственности. — Да. — Ага. — Дело в том, что у нас незавершенное строительство, и там написали, что это уже однократно только продлевается, и мы должны застроить дом. А мы сейчас застроили, да, а не можем оформить как завершенный из-за того, что аренда закончилась. А аренду не продлевает из-за того, что в документе там, ну, незавершенное строительство, недвижимость. — Так. — И получается как-то круговая вот такая проблема. — Ну, как физическое лицо очень юридическое. — Кому подойти? Я уже МФЦ сколько раз писали, уже сколько... — Ну, как физическое? — Пятый раз написали. — Как физическое лицо, да? — Да, физическое лицо. Кому обращаться можно, а? — Да-да-да. Тут, видимо, тоже вот наши телезрители, радиослушатели негодуют немножко. Так? Ага. Туя, Дмитриевна? — Это сложный вопрос. Нужно внимательно посмотреть, изучить документы, потому что просто так я не могу сейчас ничего сказать. — Да-да-да. — Рекомендуем вам подойти всё-таки на устную консультацию к нашим специалистам в отделении. Устную консультацию можно без предварительной записи пройти. — Со всеми необходимыми документами? — Со всеми необходимыми документами обязательно. — Естественно, да, понятно. — Понятно. А что делать, если вот квартира обременена, но её хотят продать? Вот тоже такой вопрос, скажем. — Это идёт уже через банк, в пользу которого есть обременение. Или снимать её, закрывать ипотеку, потом продавать. Или уже там переуступка будет в ипотеке. Но это уже через, конечно, банки идёт. — Понятно. Ну что ж, у нас остаётся буквально совсем немного времени. Вот я обращаюсь к участникам нашей телерадиопрограммы. — Ну что можешь сказать в итоге, да? Вот если подытожить сегодняшнюю нашу беседу, те вопросы, которые поступили, пожалуйста. — Я бы хотела порекомендовать всем нашим заявителям, которые регистрируют сделки с недвижимостью, пользоваться нашим новым сервисом, так как это сэкономит ваше время и наше время. — Так, хорошо. Так, Александра Николаевна? — Ну, обращайтесь в центр мои документы. Веди на окно, где вас проконсультируют. Получается, примут ваши документы, и там же будет получение. — Так, ну вообще, вот как вы считаете, вот вы работаете в МФЦ, вот в центре единого окна. Скажите, вот вообще, что на сегодня больше всего затрагивает, да, вот наше население, якутян? Туяра Дмитриевна, что вы думаете? — В последнее время наши заявители стали очень юридически подкованы. — Да, это чувствуется очень. — Разбираются во всех новых сервисах, во всех нововведениях. Рекомендуем пользоваться услугами электронно через сайт РПГУ Еякутия, либо через госуслуги. — Так, Александра Николаевна, вот как вы думаете, вот сегодня всё-таки что ещё недостаёт для наших жителей, да, для якутянина, чтобы они больше как-то обращали внимание, да, обращались больше к электронным услугам, скажем так, да? Это как-то уходит уже в прошлое, сегодня уже новый сервис появился. — Что можно сказать? Ну, в наше время технологии не стоят на месте, и получение через госуслуги услуг и через Еякутия — это экономит наше время в первую очередь. — А время, как говорится, это самое ценное, что у нас сейчас есть. — Конечно, да, действительно. Ну что ж, сегодня в нашей передаче принимали участие аналитик МФЦ отдела коммуникации электронных услуг Центра Мои Документы Туяры Дмитриевны Ивановой и главный специалист клиентской службы Центра Мои Документы Александра Николаевна Наговицына. Спасибо вам за участие в нашей телерадиопрограмме, за те разъяснения, которые вы сегодня сделали, да? И спасибо тем телезрителям, радиослушателям, которые вот задали свои интересующие вопросы и получили довольно-таки конкретные ответы вот наших участниц сегодняшней передачи «Якутск сегодня». Итак, уважаемые слушатели, мы уходим, наша передача завершена. Всего доброго, Юрий Сергеев, «Якутск сегодня». Всего доброго.